Алматинский колледж технологии и флористики, отделение инклюзивного образования. Группа номер 2072 по специальности швейные производства и моделирования одежды. Квалификация портной. Преподаватель Жуаспаева Мирверт Исаевна. Тема занятия – детали, крой и их расположение. Профессиональный модуль номер 3 – копирование линий, намеченных закройщиком на симметричные детали различными способами, распаривание изделий и чистка деталей. Цели и задачи уроки – ознакомить учащихся с правилами расположения лекалки. Теперь вопросы по предыдущей теме. Как появилась пуговица? Какие бывают пуговицы? И чем отличаются пуговицы? Вы должны были ответить на вот эти три вопроса. Прежде чем пройти новую тему, мы должны повторить техники безопасности, работы в мастерской, организация рабочего места при ручных работах с тканью, работа с ножницами и работу с иглами и булавками. Раскладку лекал на ткани следует начинать с крупных деталей – спинки, полочка, рукава. Все мелкие лекала, воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и другие размещают в промежутках между крупными частями выкройки. Важно соблюдать направление долевой нити ткани. При этом желательно стрелочкой на каждом лекале указать это направление. Теперь, девочки, посмотрите видео про детали кроя и их расположение на ткани. Я вам сейчас покажу правильное расположение вот этой детской рубашки. Раскладку лекала делаем сначала с большой деталью. Большая деталь – это у нас идет спинка. Спинка у нас полочка. Две детали. Спинка у нас идет одна деталь. Потом, девочки, хочу вам сказать, что прежде чем раскладку делать, мы должны ткань продекотировать. Декотирование мы проходили. Это у нас влажно-тепловая обработка. Потом обязательно мы складываем ткань лицо с лицом. И на изнаночной стороне мы должны намерять 6 лекала. Потом обязательно, девочки, соблюдаем нитью основы. У нас должна быть подалевая нитья основы. Теперь, вот я раскладку сделала лекала. У нас мы должны сначала сделать большие детали по складку. Это у нас вот спинка. Спинка у нас, как вы видите, вот, как вы видите, спинка у нас идет цельная. И две полочки. И обязательно рукава. Сначала ставим спинку, полочку, рукава. И уже у нас идут мелкие детали. Это у нас мелкие детали воротник. И обязательно накладной карман. Теперь что мы делаем? Теперь мы намеляем. Все, девочки, я раскладку лекала сделала. Теперь я буду что-то намерять. И тут же буду вам говорить, какой это срез. У нас вот срез горловины. Плечевой срез. Срез проймы. Боковой срез. И срез низа. Как вы заметили, я спинку положила на сгиб. Потому что у нас спинка идет одна деталь. Теперь, девочки, это у нас полочка. Полочка состоит из двух деталей. Точно так же здесь срез горловины. Плечевой срез. Срез проймы. Боковой срез. И нижний срез изделия. И обязательно у нас здесь срез в середине. Так как у нас состоит из двух деталей полочка. Теперь рукав. Рукав у нас идет вточной. Одношовный рукав. Тут у нас срез оката. Держи. УчHave. Пояс-то. Продолжение следует...